Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказку «Золотая девочка». Овдовел один человек и женился во второй раз. От первой жены у него осталась дочка, которую мачеха очень не взлюбила. Однажды она сказала мужу «Не хочу, чтобы эта девчонка жила у меня в доме. Куда же я ее дену? Разве не видишь, что она еще совсем не смышленыш?» Говорит отец. А мачеха в ответ «Веди ее куда хочешь, хоть на край света, лишь бы с глаз долой». «Сегодня раздоры, завтра раздоры». Наконец отец согласился увезти девочку из дома. «Только испеки ей на дорогу круглую лепешку», — сказал он жене. «Мачеха испекла круглую просяную лепешку. Отец засунул ее в котомку и повел девочку в дремучий лес. Когда поднялись они на пригорок, отец вынул из котомки лепешку, пустил ее вниз по склону и крикнул «Беги, дочка, лови лепешку». Девочка побежала с пригорка за лепешкой и схватила ее уже внизу среди кустарника. А отец тем временем юркнул за деревья и скрылся в чаще. «Тятя, я поймала лепешку», — обернулась девочка. «Тятя, где ты?» Снова поднялась бедняжка на пригорок. Посмотрела в одну сторону, в другую, вокруг ни единой живой души. Заплакала она и пошла искать тропинку. Но так и не нашла. Целый день проплутала. А когда солнце потонуло за лесом и начало темнеть, девочка испугалась и заплакала во весь голос. В самой чаще леса, в деревянном домишке, жила одна бабушка, знахарка. Услыхав человеческий голос, она вышла из домика и крикнула в темноту. «Кто там плачет, мальчик или девочка?» «Если ты девочка, иди ко мне. А если ты мальчик, уходи отсюда». «Я девочка, бабушка», — ответила сиротка. «Ну так иди сюда скорее». Девочка подошла и спросила. «А почему, бабушка, ты не хочешь взять к себе мальчика?» «Потому что мне нужна работница в доме, а мальчики не умеют хозяйничать». Девочка вошла в домик, бабушка накормила ее и положила спать. Утром девочка встала рано, и пока бабушка спала, прибрала все в домике, вымела пол, наносила воды. Бабушка проснулась, увидала, что сделала гостья, улыбнулась, но ничего не сказала. Оделась и собралась идти по грибы. Перед уходом она наказала проворной девочке. «В погребе у меня живут змеи и ящерицы. Завари отруби и покорми их. Не бойся к ним подходить, они у меня не кусаются». Девочка заварила отруби, остудила их, накормила старушкиных питомцев. И так как работы у нее не было, стала нанизывать на ниточку бусинки. Смастерила ожерелья и надела их на всех змеек и ящериц. К полудню бабушка возвратилась домой, а змеи и ящерицы выползли ее встречать и давай хвалиться. «Вон как нас девочка нарядила, а как сладко нас девочка накормила!» «И бабушка нарядит девочку за это», — сказала знахарка и снова улыбнулась. Около бабушкиного домика текла волшебная речка. Через каждый час она меняла свой цвет. После обеда бабушка привела девочку на берег реки и прилегла на траву и сказала «Я подремлю, а ты спой мне, чтобы я поскорее заснула». Девочка присела в изголовье у бабушки и запела. Песенка ее была тихой, как жужжание пчелки. Перед тем, как заснуть, бабушка проговорила сонным голосом. «Гляди на речку. Сначала потечет в ней синяя вода, потом красная, потом черная, а после черной потечет желтая вода. Вот тогда тебе надо меня разбудить». И она задремала. Девочка стала смотреть на реку. Река каждый час меняла свой цвет. Сначала текла синяя вода, потом красная, потом черная. Наконец потекла желтая вода, и девочка разбудила бабушку. Бабушка вскочила, схватила девочку за волосы, окунула ее в реку и крикнула «Хватай то, что попадется в руки!». Девочка схватила что-то под водой, а когда старушка вытащила ее, то увидела, что она держит в руках какой-то ларчик. «Что в нем лежит?» – спросила девочка. «Когда придешь домой, отопрешь его вот этим ключиком и увидишь», – ответила бабушка и протянула девочке ключик. Потом вывела ее из леса, показала дорогу домой и попрощалась с ней. Когда девочка вошла в дом, все вокруг засияло, потому что желтая вода была золотой, и девочка стала золотой после того, как выкупалась в ней. «Увидела ее мачеха и губы закусила от зависти!» «Что это у тебя за ларчик?» – спросил отец. Девочка отперла ларец и подняла крышку. «Вот так и ахнули!» Он был доверху наполнен червонцами. «Рассказывай скорей, где ты была?» – нестерпела мачеха. Золотая девочка рассказала обо всем, что с ней случилось. «Веди-ка и мою дочь в тот же самый лес!» – крикнула мачеха мужу. «У нее и своя дочка была!» «Сначала испеки лепешку!» – ответил муж. Мачеха испекла большую пшеничную лепешку. Муж повел пачерицу в лес, взобрался с ней на пригорок и пустил с него лепешку вниз. А когда девочка побежала следом за ней, повернул домой. Целый день проплутала девочка по лесу, а когда стемнело, громко заплакала. «Кто там плачет?» – спросила из темноты та же самая бабушка. «Если ты мальчик, уходи отсюда, а если ты девочка, иди ко мне!» «Я девочка!» – ответила мачехина дочь и вошла в домик. Бабушка накормила ее и уложила спать. Утром, когда пригрело солнце, бабушка поднялась и видит, что гостья все еще спит. Нахмурилась она, но ничего не сказала. Разбудила девочку и поручила ей. «Я пойду по грибы, ты же приберись в доме, а потом завари отруби, снеси их в погреб и накорми моих змеек и ящериц. Не бойся, они не кусаются!» Девочка встала, взяла в руки метлу и начала мести, а пол водой не побрызгала. Пыль поднялась по всему дому. Потом она заварила отруби, да, не остудив их, отнесла змеям и ящерицам, и они обожгли себе язычки. Когда в полдень бабушка вернулась из леса, они пожаловались ей. «Девочка обожгла нас горячими отрубями. Нам больно, бабушка!» «И бабушка тем же отплатит девочке», — проговорила знахарка и вошла в домик. После обеда она привела девочку к волшебной реке и сказала, «Я подремлю, а ты смотри на реку. Коли потечет синяя вода, нечего меня тревожить. Потечет красная, и тут не буди. Пойдет желтая, и тогда не зови. А разбудишь меня, когда потечет черная вода. Ну, а теперь спой-ка мне песенку, чтобы я скорее заснула». Но девочка запела так плохо и так громко, что бабушка сказала ей, «Перестань! Ты только мешаешь мне уснуть своим пением!» Девочка замолчала. Бабушка задремала, а река зашумела и начала менять свой цвет. Когда потекла черная вода, девочка разбудила бабушку. Старушка вскочила, схватила мачехину дочь за волосы, окунула ее в воду и крикнула, «Хватай то, что попадется в руки!» Девочка нащупала под водой ларчик и крепко прижала его к себе. Бабушка вытащила девочку на берег и дала ей ключик, чтобы та отперла ларец, когда вернется домой. Потом старушка вывела мачехину дочь из леса и показала ей дорогу домой. Дело было к вечеру, и мать поджидала ее на краю села. Увидав, что дочка стала черной и безобразной, мачеха позеленела от злости, но подумала, «Может, она хоть ларец принесла, наполненный золотом!» Пришли они домой, отперли ларчик, и что же увидели? В нем были змеи, ящерицы-дораки. Все завизжали и кинулись в разные стороны, а золотая девочка выскочила на улицу. «Беги скорее, сними с нее золотое платье!» «Нарядим в него мою дочь!» — крикнула мачеха мужу. Бросился отец следом за дочерью. Побежала она от него, а он за ней. Как увидела золотая девочка, что отец ее догоняет, раскинула руки и спорхнула, словно птичка. Полетела над домами, над садами, над горными вершинами и поднялась высоко в небо. Обернулась золотым месяцем и осветила землю. Отец так и остался на месте с разинутым ртом. Такого чуда он еще не видывал. С тех пор золотая девочка появляется по ночам на небе, освещает всю землю и ищет глазами свой родной край. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, жми на колокольчик. До встречи в новых видео!